Так, информация. Для тех, кто купил билеты на 20-е число на съемки в стейдж, они перенесены на 23-е число в 4 часа. Они пройдут в стейдже также только в 4 часа, в четверг, вместо понедельника. Будьте внимательны, кто взял билеты, а всех остальных я жду 23-го, когда в 16 часов в стейдже. А сейчас вас ждет что невероятный разъем. А вот и ваше любимое шоу Абу-шоу в Петербурге с петербуржцами. Поаплодируйте, ребята, всем тем, кто нас смотрит на ютубе. Если вы вдруг первый раз на канале, сразу зайдите в описание. Там много информации, где вы сможете поддержать, вообще следить за нами. А если вам мало контента и вы хотите опять же нас поддержать, переходите по этому QR-коду и на Буистер. Миллион эксклюзивных выпусков, которых не будет на ютубе. И вам удобно, и нам вообще, вы нас поддержите. Вообще кайф. Давайте поаплодируем всем ребятам с Буистер, кто нас поддерживает. Если вы первый раз, и такие, а ты вообще кто такой? Меня зовут Недали, это Абу-шоу. В чем суть шоу? Все очень просто. Я даю микрофон ребятам, которые пришли, они мне рассказывают свои истории, я их разгоняю. А вы уже в комментариях пишите, блин, молодец, вот это, где ты так, блядь, научился? Вот это все пишите в комментариях. Давайте начнем, давайте поаплодируем друг другу. Так, а вы первый раз. Да, вы первый раз, все, давай. Хотя чувствуется, что ты душнил, но давай попробуем, давай попробуем. Да, да, я... Что? Меня зовут Гриша. Гриша, давайте Грише поаплодируем. Так, Гриша. Так, и у меня две профессии. Две профессии? Да, я айтишник и пилот. Господи, это самый душный полет в вашей жизни. Вы такие, а куда вы? У вас пилот, и ты там сверху, когда летишь, такой, подожди секунду, мне надо сервер проверить. Или что? Да, принято. Расскажи, как это? Где ты айтишник? Давай так, разберемся. Ну, по первой профессии я айтишник, а потом поработал и понял, что пора сменить. Пора сменить. Ты когда стал пилотом? В девятнадцатом году. В девятнадцатом году? Блин, расскажи, ты в какой авиакомпании? В бюджетной авиакомпании России. В России? Нет, нет, не авиакомпания России, а в бюджетной авиакомпании. Какой? Это связано с каким-то большим праздником было название? Давай с шифрами заговорим, да? Ты в победе ли ты? Да. Да, в победе. Давайте поаплодируем, победа, все летали же. Так, мне просто интересно, у пилота там в кабине так же хуево с коленками, когда ты летишь? Там есть, что вы тоже в напряжении, как мы там? Нет, нет, там отлично все. Нет, там заебись, да? Не, ну, мне с моим ростом... Вот это я, конечно, полечу сейчас. Не, ну, мне с моим ростом тесновато, конечно. Какой рост? 190. Ну да, я вижу, у тебя тут в сцену нахуй ноги уже вкрываются. История, давай, расскажи, пожалуйста, самое интересное. А в победе их много, наверное. Да, но я еще в победе бортпроводником поработал. Да ты там всем работаешь, да, вообще? Чисто в самолетах. Сейчас, секунду, я сейчас воду принесу. Подождите секунду, сейчас мы взлетим, и я воду разнесу. В победе, прикиньте, один человек все делает. Они уже настолько экономят, и чисто один человек пилот и стюардесса, и все нормально. Причем он переодевает эту фуражку такой, да? Нет, нет, так получилось, что ковид, все эти времена нехорошие, да, и я еще... Да, как будто раньше было лучше, чем сейчас. Не успел стать пилотом и поработал бортпроводником, чтобы на земле не сидеть без дела. Так, лучше воздухе в пустом самолете поебашить. Ну, вообще он был не пустой. Не пустой? Да. Ну, давай какую-нибудь историю, которую я запомню с 19-го года, если ты еще был стюардом. Да, с 20-го года была большая задержка из-за погоды, еще какие-то там обстоятельства были. Как? Вот, ну, мы уже рулим по земле, готовимся к взлету, и ко мне на заднюю... Он такой, сейчас, сейчас это делаем? Да, да, да. Сейчас, хоп, и когда? Ладно, извините, пожалуйста, я думал... Я услышал, рулит и восхитился, я... Поскорее, а, ты его подгоняешь? Тогда подойди сзади, быстрее, блядь! На заднюю кухню приходит человек и говорит, мне нужно в туалет. На заднюю кухню? Это в самолете в хвосте? Да, да, в хвосте, где вот два туалета. Задняя кухня это называется, проигмите? Че с... Вот, и... Ты уже меня подгоняешь? В общем, я ему говорю, мы сейчас уже будем взлетать, садитесь на свое кресло. Ты в огромной связи пилоту ходишь? А, нет, из чего? Нет, нет, это да, это еще бортпроводником, да, был. Вот, он ни в какую, и... В какой ни в какую? Он уже в толстке? Все, нет, нихуя. Нет, 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 он понимает, что я не открою ему туалет, и он просто начинает снимать штаны, вот, и говорит, я прямо здесь сейчас схожу у вас в туалет. А что именно, насыт или насрет, ты не спросил? Вот, первое. Первое? А ты спросил, да? Нет, 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 ну, судя по его движениям. Так, 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 если посадить похуй, ну, не сри, давай. Судя по его движениям. Сюда в угол, вот сюда, в щель, ссы, вот это сразу, самолет дешевый, туда она посольется. Судя по его движениям, он... И что в итоге началось? Он пописал? В итоге пришлось ему открыть дверь, вот, но он все успел, слава богу. Ты проебал, да? Он тебя взял на понт. Ага. Ну, тебе... Я сейчас тут все опасу. И ты такой, нет. Пожалуйста, проходите. Типа того, да, но он успел, благо. Благо. Такие, да, кадры встречаются. Кадры, да, это человек просто посадил. Блин, я сам был в этой ситуации тысячу раз, нет? Не было такое, что ты вот летишь, весь полет, все нормально. И как только туалет закрывается, ты такой, пиздец, кстати, хочется, желательно сказать. Вот только они такие, туалет и закрывается. И ты такой, нет! С кем пришел? Моя девушка. Твоя девушка, давайте девушку. Поаплодируем, девушка. Ну, расскажи историю вашей любви. О, завтра, кстати, завтра для ребят, которые будут смотреть выпуск в четверг. Завтра, значит, 14 февраля. Может, мы узнаем, какие планы на завтра. Давайте. Кто парами пришел? Поаплодируйте. О, о, сейчас поузнаем. По планам, давай. По планам, ну, в какой-нибудь ресторанчик сходим. Какой такой? Пока не знаю. То есть определенных планов нет. Посмотрим по настроению. Ты так говоришь, как будто ты такой, ну, у меня настроения нет вообще никакого. Давай-ка пельмени поедим дома. Да-да-да. У меня вот настроение – тесто с мясом. Тесто с мясом. И голый перед телеком. Да? Ну, вы не планировали праздновать? Вы как относитесь к Святому Валентину? Да и так себе. Так себе. Иван Купала отпразднует, да? На Иван Купала зажжем костер нормально и проведем время. А значит, в какой-то ресторан каких-то особых планов нет? Нет, нет. А у кого-то есть особые планы на завтра, на 14 февраля? Или все парни такие, это сюрприз, это ты дурак, что ли? Ты дурак, что ли? Сюрприз. Нет особых планов, что ли? Нет. Нет? Секса страстного не будет ночью? Ну, посмотрим. Как Бог даст, да? Будем, будет. Ты, я правильно понимаю, ты перед сном такой, такой, Валентин, пожалуйста. Я понимаю, что мы поедим переменей, но можно что-то не планировать. Как каждый вечер. Как, как, каждый вечер. Ох ты, айтишник, ебарь у нас здесь первая. Позвольте зайти на посадку. Каждый вечер занимаешься сексом? Ну, не каждый вечер. Она уже психанула. Ты уже настолько забрался, что она такая, и где это? Я из них не заметила. Ты клофелинщик? Я сплю, когда ты меня трахаешь, или что? Я, видимо, крепко сплю, или ты плохо стараешься, или что? Не каждый день знаешь, что такое? Нет, не каждый. Сколько раз в неделю? Два-три. Два-три. Не считаю. Не считаешь? Да. Два-три. И ты такая... Я желаю вам удачи и всего хорошего. Давайте поаплодируем, ребята. Давайте громко поаплодируем. Ни в коем случае не обижайтесь. Давайте громче еще поаплодируем. Так, а сразу, давайте. Вы первый раз. Как вас зовут? Меня Дима. Давайте Дмитрию поаплодируем. Дмитрий. Так, Дмитрий, у нас здесь и айтишник, и пилот. У вас должна быть тоже какая-то, или просто обычная? Что за работа у вас? Работа в управляющем в баре. Да, в управляющем в баре. Давайте два-три. Что за бар? Это не в этом городе. Что? Не в этом городе. Что за город? Сочи. Сочи. О, Сочи. Что за бар в Сочи? Танцевальный для алкоголиков нормально все. Именно для алкоголиков? Для тех, которые возле уличных музыкантов. Их в одно место сгоняют. Дудочник такой. И они все кружатся. Заходят, и вы их закрываете. И там они трезвеют. Это что за бар такой? Бар для алкоголиков. А название есть в этом место? Да, Бестужев бар. Как? Бестужев бар. А, Бестужев бар. Бестужев. Есть ощущение, как будто слышал даже название. Я алкоголик. Есть какая-то история? Мы послушали историю пилота. Настолько интересных нет. Настолько интересных. У вас там нет туалетов, да? Такая история была интересная. Нет, туалетных историй много. Ну, какую-нибудь. Ты управляющая, тем более. Наверняка было что-то. Со мной есть подруга Кристина. Она больше расскажет про это. Ух ты, мужичок, блядь. Блин. Я думал, чем пахнет? Тестостероном твоим. Не мог понять, что здесь происходит. Ну, давай, безусловно. А я вижу, вы даже кофту взяли свою фирменную, да? Как вас зовут? Кристина. Кристина. Давайте Кристине поаплодируем. Кристина. Кристина, этот мужчина тоже сказал, что яйца у вас. Давайте, расскажите мне любую историю из вашего бара. А вы что за должность занимаете? Я арт-менеджер. 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 Давайте, арт-менеджер. Видите, со временами профессия арт-директора пошла по пизде. Теперь арт-менеджер. Это раньше директор, а теперь просто менеджер. Расскажите. Нет, у меня есть директор. А у вас еще... Конечно. А, серьезно? Да. А, это просто ваш кореш. Он такой, давай, ты будешь менеджером, я директор, и мы так будем работать. Почти. Что у вас там, расскажите. Что за шоу-программа у вас там проходит? У вас есть там шоу-программы? Конкурсы проводите? Ну, как таковых конкурсов нет. У нас девочки Гоу-Гоу на барной стойке. Барной стойке, которая наливает. А-а-а! Да-да-да. Девчонки! Да-да-да-да-да. Так? В коротких юбочках для всех наливают. Для всех наливают. А какая-то история крутая, которая вам запомнилась? Можно? Он вам только что передал все. Он сейчас вам ключи от заведения даст. И кассу посчитать. Они не такие смешные просто. Ты его историю слышала? Им приходится с таким работать. Давай. Я постараюсь сделать смешнее. Просто расскажи ее. Ладно, хорошо. И так убили человек 12 у нас. И все были дети почему-то. Я не знаю. Давай не дальше, шути. Инфа такая. У нас на баре можно танцевать девушкам. А вот это вот сексизм, блядь, я считаю. Да? А я вот когда пьяный лезу на барную стойку, мне все так говорят, слезь, слезь. А где на праве? Я что, в этой мини-юбке хуево выгляжу? В мини-юбке жестким стояком просто. Ну, поскольку член не очень большой, он просто чуть-чуть... На половиночку чуть-чуть. Видишь, я и без твоей истории справляюсь. Так. А тебе надо добавить еще пару фраз. Девушка, можно танцевать на барной стойке. И некоторые девушки пьют чуть больше, чем... Некоторые. Чем некоторые, да. Их в нашей стране трое. Как мы все знаем. Ну, в общем, была история. Я вешала флажки. У нас был какой-то праздник. День флага... Нет. Для оформления я делала флажки. Старалась долго. Одна женщина забралась на барную стойку. Сильно хорошо танцевала. Не смогла... Сильно хорошо, это очень пьяная плохо, да? Да. Да, 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 да. Сначала чуть-чуть начала раздеваться. Мы ее притормозили, сказали... Но мы... Да, но потом она не удержалась. И, бля... И упала с барной стойки. Прямо в бар. Не буду раздеваться, тогда буду прыгать вот так вот. Да, да, да. Нет, просто было самое обидное. Я так долго вешала эти флажки. А она пыталась... Она застала флажки, да? Она их зацепилась и как-то рзан вместе с флажками улетела. А, стой, вот эти флажки, которых много, маленьких, и они вот так вот ленты, и она все прыгнула за собой. Да, 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 да. Она просто падала назад, их схватила и улетела назад. А пол, плашки, упала? Ну да, да. Ну да. Вместе со стаканами. Вместе со стаканами. А людей никто не попытался даже ее, да? Ну, там было невозможно. Невозможно? Люди такие, бегите! Знаете, когда в фильмах, когда метеорит падает, такая тень большая, все такие, нет. Она была очень плотная женщина. Ну, такая, ну, приличная. 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 Давай я буду показывать, ты меня становишься. Все. Все. Да хуя, конечно. У вас теперь в баре погреб есть, я правильно понимаю? Причем в такой форме, прям ее. И с флажками туда внутрь можно. Да, все верно. А вы вместе приехали, у вас вы куда роман или что это? Нет, мы отмечали мой день рождения. Здесь, в Петербурге? Да. Вдвоем? Да. Да, я обычно тоже беру свою лучшую подругу, езжу в другой город на день рождения. Да меня просто все кинули, кроме него. Он такой, Дора, я люблю тебя. Я люблю тебя. Ладно, поехали с тобой. И он завтра, 14 февраля. А, что ты сделал-то? Все вы, а что вы завтра будете делать? Вы еще здесь? Нет, мы улетаем завтра в Сочи обратно. Во сколько вы прилетите? В 12.45. А, в 12.45. Ну да, значит, в Петербурге не будет праздновать. А что вы, сколько дней есть? Что вы делали на твоем день рождения? Когда у тебя день рождения было? Вчера. Вчера? Да. Давайте прошедшим поаплодируем. Спасибо. Что вы делали на день рождения? Ну, ели пили. Ели пили? Да, да. Где ели пили? В ресторане. В ресторане. А пили? Потом пошли в бар. Ну, мы прилетели 11-го. Сразу пошли тусить. Везде походили. Напились. А вчера, ну, уже не было сил. А, вчера вы похмельный день рождения? Да, да, да. Было похмельный день рождения. Мы в итоге в номере... В ресторане поели жареных пельменей и с пивом, да? Какие-то вот такое? Нет. А что на похмелье ешь обычно? Ну, там ямчик. Там... Да. Ты ревишь. Потом KFC зашли взяли и все. Не-не-не. Он такой, это тебе днем рождения. Я чисто крылья 28 штук. И боржоми. Юайба, ты меня знаешь. Не, я мясо не ем, боржоми, да, хорошо. Мясо не ешь? Нет. Давно не ешь мясо? Ну, после короны. После короны? Она сказала, не ешь, бля, больше. Да. А почему с короной? Ну, воняет. Воняет? Да. А какой-то протухшее ел? Ну, всегда было ощущение, что протухшее. Поэтому все, не могу есть. Не можешь есть? И ты уже два года, три не ешь мясо? Да. А есть вегетарианцы? Это мои кореша. Да нет, ты просто... Воняет, они не из-за этого. Они такие, я хочу, чтобы они жили. А ты такой, фу, труп меня. Ладно, удачи тебе. Давайте поаплодируем ребятам. Удачи вам, удачи. Так, а вы первый раз? А мы общались, да, сами? Все, общались. Так, давайте кого-то оттуда. Так, лысый мужик похожий на бандита. Общались с тобой? Ты что, велики пиздишь? Что с тобой? Ты что, мне пойти маты где-то забрать в спортивном зале? Как вас зовут? Антон. Антон, давайте Антона поаплодируем. Антон. Так, расскажи себе, Димон. Я инженер. Инженер. А где рубашку проебал, брат? На меня не шьют. На тебя не шьют рубашкой? А инженер, что делаешь? Что последний за проект ты сделал, нарисовал? Я в противопожарной службе. Противопожарной. А, вот ты пожарник, да, получается? Ну, можно и так сказать. МЧСник. Ну, мы не федеральная пожарная страна. Не федеральная? Вы чисто просто сами ходить доебываете? Да, да. Не от государства такая, что с черным ходом у вас? А ну-ка, открыл, бля. Совершенно верно. Что? Какая часть? Сейчас пик три. На Ямале. На Ямале. На Ямале. На Ямале. Продолжим этот разговор. А вы откуда? Из Питера. Из Питера. Я думал, отсюда, извините, пожалуйста. Я хотел связь найти какую-то. А я не знаю, я думал, у нас только вот из правительства ходят пожарники доебываются. Значит, еще есть какая-то частная? Не-не-не, мы чисто тушилые. Что вы делаете? Тушилые, тушилые. Тушите? Да, да. Частные? Ну, мы не частные. Мы, получается, есть федералы, то есть МЧС. Федералы. У вас есть между собой такая, ну-ка, пошли. А мы просто отсюда. А ну, пускай кран, там федералы. Можно и так сказать. А есть типа те, которые чаще... Да, да. Вы знали? Мы просто работяги. Знали, да? Ну, вы знали, вы тоже этой хуйней занимаетесь, а? Да? А вы знали остальные люди? Нет. Ну, расскажите нам, что это такое? У вас какая-то есть война между собой? Нет, просто... Кто первый приедет, тот и тушит? Ну, нет, это в основном... По какому принципу вы? В основном регионах. До этого это хуйня? А быстрее. В основном регион. В регионах такие части пожарные. А, да? То есть обычные работяги это, да. А, потому что там нету нормальных, да? Да, такие, как я только. А, ничего себе. Блин, это вы молодцы большие. Давайте поапландируем ребятам. Есть какая-нибудь смешная, интересная история про пожар? Грустно не надо. Нет, особо есть. Так, и жизнь, если только. Из жизни? Да, давай. Как ты ко мне, кореш? Это еще по студенчеству было. Приехал с тремя полторашками жжетецкого гуся, по-моему. Не заводи меня, брат. Ты так выглядишь, как будто они у тебя с собой до сих пор. Ты так... Вот с этими прям. Да, так. Ну и, в общем, прошло два часа. Я... Даже нет, прошло 12 часов. И я оказался на боковушке в сторону Ярославля ехал. Куда-где пока... На боковушке? На боковушке в поезде. После трех полторах? Да. Тебе сколько лет было? Так, это что, 20-20. 20. Три полторахи? Да. Ты слабенький брат, конечно. Было, да. Ничего себе, ты уехал и... Мы вдвоем уехали. Вы вышли откуда, с Ямала до Ярославля? Не-не-не, с Кирова. С Кирова до Ярославля. И куда вы не вышли с поезда? Вышли, вышли почему? Вышли? Да. Мы еще там два дня пили. Так же чисто. Давай еще полтораху. И опять уехали, уже в Новгороде. Да еб твою мать, давай возьмем по 0,5 просто. С кем пришел? С товарищем. С товарищем. Это товарищ тоже пожарник? Нет, он местный. Он местный? Ну давай-ка местному трубку, давай-ка. Давайте местному папу. Добрый вечер. Чем товарищ занимается? Вас как зовут? Владимир. Владимир. Чем Владимир занимается? Сисадмин. Сисадмин. Спасибо, что передал трубку. Ну хочешь сделать... Можешь сделать звук этого модема просто, как загружается? Помнишь, с детства? Пи-пи-пи. Вот это. Он тебе приехал, тебе погостить? Ну, он на операцию приехал. Операцию? Да, мы просто земляки и вот встретились. Святослава Федорова, ты в клинике или в какой-то? Да. Да? Вот видите, знаю где-то. Рядом в моем доме я там вырос. Когда был в купчине. Да, на Закрепском там рядом. Пи-здец, ну давайте вместе посмотрим, потом покурим фотки, посмотрим. Покажу вам свои детсадовские. А-а-а, блин, ты операция, ладно. А когда у тебя операция? Была. А, была уже? Все пиздато? Да, вообще. Да-да, все. Да-да. Четко? Да-да. А какое у тебя было зрение? Да и в этом даже сейчас счастлив, да, что видишь? Ты такой, спасибо, я просто жрел. Да-да. Так, это круто, что сделали. Видите, какие у нас операции сделали? Это же круто. Святослав Федоров, это же вообще сколько лет уже там. Так, давай другу, расскажи, пусть он расскажет, как вы выходные проводили? Он когда сделал им операцию? В среду. В среду, да, по-моему. Чего на выходных сделал? Вы уже праздновали? Да вы же по-любому праздновали. Ну, в субботу, да, ходили в бар. Чего, просто накидались? Ну, просто пили, да. Слушали музыку. Сколько там? В полтора. Не, ну там уже не в полторах, как в стаканах пили. Слушали музыку? Вы в баре слушали музыку? Ну да, там живая музыка была. Что за бар? Лондон. Лондон. Ну ладно, сделаю. Все знают кого? Извините. Я сейчас поднял глаза и на меня просто ввезел. Ты не говорил нам отвечать на вопросы? Мы поняли, хлопать надо. Хлопать надо. Отвечать тоже надо. Я конспекты не брал, я пропустил прошлые лекции. Девчонки у вас есть? У меня нет. У тебя нет? А у него есть тоже. А на сколько он приехал? Когда уезжает? В среду. В среду. А, ты, честно, неделю прозрел и поехал, да? Давно нет девушки? Что завтра будешь делать? Работать. Работать? Да. Грустить не будешь? Нет. А дрочку грустную будешь воспроизвать? Кто холостой? Поаплодируйте, холостой. Холостой. Эх, завтра дрочилы, блядь. Всего хорошего. Я завтра вместе с вами за вас передерну тоже. Знаете, я завтра доеду до Москвы. Где-то в Москве буду стоять у окна, блядь, ребята. С вами все в порядке. А, ты на работу... А с чем ты сказал? А, ты... Айтишник, да. Мы аутсорс у нас, обслуживаем компании. А все, блядь. Аутсорс, выбирайся! Костя, тащи меня! Удачи вам, ребят. Давайте поаплодируем. Удачи. Так, мы с вами общались? Господи, вы из этой... Как это? Самое слабое звено ведущие, блядь, у нас сегодня в студии. Мы с вами общались? Дайте трубку. Вы так... Из полиции как будто... Как вас зовут? Так, расслабьтесь. Как вас зовут? Динара мне. Динара, поаплодируем Динаре. Так, Динара, расскажите, пожалуйста. Не надо в камеру смотреть. Смотрите сюда. Не, входите, привет передайте кому-нибудь. Я прям видел, как вы так... Расскажите о себе, Динара. Ну, я раньше работала в полиции. Сейчас не работаю. О, я же говорю. Я чувствую мусоров. Я чувствую вас всех, блядь. Я об этом и удивилась. Еще пару есть, блядь, лысых бошек, блядь. Знаю вас всех. Раньше работали в полиции. Почему ушли? Совесть? Да. О, как приятно. А что вы были за полицейские? Вы были там... Следователь. Следователь. Есть какое-то интересное расследование? Есть, но я не хочу рассказать. Скажите, вы там, правда, у вас есть такой стол, точнее, доска, и вы фотки там... Фью. Делайте или это все вравью? Я лично не делаю, но делают в дежурке обычно. В дежурке. Им делать нехуй, они такие, давай поклеим здесь. Есть какая-нибудь интересная история со службой? Вы уже уволились. Нет, ну, есть, но я не могу это рассказать. Ну, ту, которую можно рассказать, жестко не надо. Как вы там, взятки берете? Ага, ага, да, попал правильно. Все, это блюрьте, пожалуйста. Да нет, это же я сказал, не ты. Давай. Нет, ну, есть история, но я не хочу их рассказывать. Ну, ту, которую... Ладно, расскажи из жизни. Мне кажется, что нет тех, которые можно рассказать. Нет, думаешь, тут все стукачи, бля? Есть стукачи в зале? Нет. Женский голос. Нет. Да я никому не расскажу. Просто сториз сниму и выложу. Пусть за меня говорит мой телефон, бля. Не надо, мы же никому не расскажем. Давай, ту, которую можно, жесткую не надо. Неужели... У меня только жесткие истории. Только жесткие? Да. Ты такой прям крутой опер прям. Нет, ну, не то чтобы я крутой, но просто истории, которые я помню, они в основном жесткие. Не хочу это... Можно другому? Давай! Почнем! Ладно, свободное время. А у тебя форма осталась? Нет. Нет? А забирают? Нет, я ее продала. Продала? Я ее на заказ сшила за свои деньги. Ты ушлый мусор до конца вообще. Я хоть не работаю, вот, пожалуйста. И сейчас где-то ларьки играли. Ой, блядь. Я настоящий полицейский. А кому вы продали? Извращаться? Кому вы продали? Сотрудник. Сотрудник. А, сотрудница? Новенькая, да. А, новенькая? Дело в том, что форму... Ты ее чисто мусором подговорил? Э, стой! Дело в том, что форму... Смотри, какой фансон, блядь. Пару полевых, похуй, зашьешь. За сколько форму продали? Я уже не помню, это давно было. Давно? А сколько вы работали в полиции? Три года работала. Три года? Да, дело в том, что форму, которую выдают сотрудникам, она обычно, ну, не по размеру, она нереальна просто. А чем сейчас занимаешься? Я юрист. Ты юрист? А, ну ты не дарю. Что это за реакция? Ладно, давай ты про работу не хочешь. Свободное время как проводишь? По-разному, дома в основном. Что делаешь дома обычно? Это твоя подруга? Да, это моя подруга, моя лучшая подруга. Твоя лучшая подруга. Она тоже полицейская? Нет, она училась со мной на юриста. Училась на юриста. А что вы на выходных делаете? Ну, мы... Ладно, давайте мы просто на камеру прозьем и учитесь. А мы потом нарежем, как будто... Да, я работала полицией, работала. Мы убивали, мы геи. Нет, мы живем рядом. Живете рядом? Смешная история. Руки, мы все рядом живем в одном городе. Нет, мы живем через дом, ходим друг к другу в гости. И что делаете? Не, ну пердеть на съемках это вообще... Так. Моя подруга хорошо готовит, я у нее кушаю. Ты не кушаешь. Из полиции ушла, форму продала. К подруге, есть что похоже тебе? Тут уже дело не в полиции, подруга. Тут уже... Я говорю, ну дай чуть-чуть котлетку, но я... Ты чистый по окнам. Она готовит, вижу отсюда. Просто я плохо готовлю, а она хорошо готовит. Блин, я к ней хошу. Человек с именем Динара плохо готовит? Они потому, что у меня есть нечем. А вы плохо готовите? Я, да, плохо готов. А что, прям, ну давай, какое блюдо ты прям запоролась? Блин, я картошку даже пожарить не могу. Картошку пожарить не можешь? Да. И макарошки сварить не можешь? Ну, макарошки могу сварить, но я их не люблю. Поэтому я дома вообще... Просто... Ебучие макароны. Картофель, как ты меня... Как это разблокировать? А что, пюре, блядь? Я не знала, что здесь вообще истории нужно какие-то рассказывать. А подруга меня притящила. А, поэтому ты не подготовила, да? Я вообще не подготовила. Ну, я могу ладно рассказать, но это прям... Те, кто кушают, они не смогут после этого есть. Ты его историю слышала? А что это за история такая? Я как-то обостровалась жестко. Я тогда еще работала в полиции. И пришлось это... Что это за история? Ладно, это было не здесь. Это было в маленьком городе. Ну, откуда я вообще рода. Маленький черный город, маленький черный человечек, да? Да, и у одного мужчины... Так. Точнее, один мужчина ушел от жены к любовнице. Они жили в доме, в частном доме, и у них был туалет на улице. Так. Вот. Слушай, мы такие, честный дом клево, а потом туалет на улице бе-е-е. Не клево. В общем, пришла жена этого мужчины, украла у них там все, что можно было, и выбросила их паспорта в туалет. Так. И мы, когда приехали туда на выезд, мы не могли их найти. Ну, то есть... Паспорта? Да, ни вещдоки, ни паспорта, ничего не могли найти. Но зато один очень хороший сотрудник, мы будем называть его... Который упал в туалет, блядь, да? Ну да, он нашел это все, и нам надо было это все в этаж. А он провалился туда? Нет, он туда не провалился. Так, это история, почему ты ушла из полиции. Это была последняя капля в моем утепле. Она говорит, что, ребят, это перебор. Я ухожу. Тань, тебе, кстати, форма не нужна, вот эта? Она просто вся в говне уже. Я ее дома не смогу хранить. Ну, кстати, не я туда полезла. Вот. Ну, конечно, еще девочка полезла. Это какой-то мужик. Вот это сексизм. На барную стойку нам нельзя, а в говно залезть можно, пожалуйста. Ты давай, слезь. Ну, ты же мужчина, рукастый, давай вот туда. А бойфренд у вас? Нет, можно я дорасскажу? Дорасскажи? Ты нахер, вы молодец. Давай. Расскажи. Так вот, к чему я это все говорю. Потому что в конечном итоге пришлось это все... Нет. Я позвонила начальнику, говорю, звони в МЧС. Вот. Я позвонила... Блин, братан, тебе бы пришлось точно... Звони этому частному пожарнику. Я позвонила в МЧС, я говорю... Ну, в общем, у нас такая ситуация... У нас вещдоки в туалете в уличном. Они говорят, идите нахуй. Мы жизни людей спасаем, и они в говне вашем ковне. Прикиньте, полицейский звонит по... Алло! Ребят, ситуация такая. Патовая. Да, я помню, как мы вас обзывали. Да, я помню. Но может нам помочь в говне поговоряться, пожалуйста? Ну, в итоге вытащила оттуда все потерпевшие, которые... Которого вы заставили? Нет. Потому что ему... Мы сказали эксперту, давай, может, ты достаешь. Ты сейчас так не посмотришь. Это же вещество. Они вам нужны. Мы не будем это доставать, блядь. Хочешь что-то, вот сам доставай. Ладно, в общем, МЧС, они не согласились, и мы предложили эксперт. Он сказал, идите нахуй, я на это не учился. Вот. Мы были озадачены. Ну, попросили потерпевшего, потому что опер сказал, что он вообще будешь и строительный, но если ты умеешь месить, то он попробует. Ну, в общем, он все достал. Ну, конечно, ему надо в это его документы. Ты давай доставай, а то мы тебя сейчас в мусарню заберем без документов. Вот, ну все. Давай, прописка, где твоя? Это единственная более-менее нормальная история, которую я могу рассказать. Спасибо. А как завтра, 14 февраля, бойфренд у вас есть? Нет. Нету? Давно расстались? Да. Давно? Полгода назад. Полгода назад. Теперь я с подругой гуляю. Я желаю тебе удачи. Давайте поаплодируем. Удачи тебе. Давайте вот еще девушка. Давайте. А, мы общались с вами. Ты же сказал, да. Извини, пожалуйста. С тобой не общались, да? Нет. Давай. Правильно, правильно. Не надо. У нас какой-то куратор в зале вот такой. Не тот человек. Отходи. Как вас зовут? Дмитрий, привет. Давайте Дмитрию поаплодируем. Привет. Вы что, Дмитрий, что за человек? Давайте так. Вы пришли со своей девушкой, да? Да. Завтра 14 февраля. Какие планы? Никаких. По смеси. Были планы съездить в стрелковый тир, но так как она сломала ногу ранее, мы решили это перенести. Она сейчас со сломанной ногой? Да. А, ничего, если ты пришла со сломанной ногой, а ты сидишь нога на ногу, какая из них сломана? У меня жесткие ноги сломаны сейчас. Первый раз вижу человека со сломанной ногой, который вот так, пизда, ты сидишь. Да, сломала, бывает. А где у тебя нога сломана? Первый день без костылей с ней. Первый день без костылей. Это мой рэп для вас сегодня. Первый день без костылей. Блин, а если еще как она ногу сломала-то? Сломала. Не рассказывай. Да, так просто на секунду это было вот так. Не рассказывай. В декабре мы были в Египте. В первый день, когда мы приехали, она сломала ногу. Первый день? Две недели она ходила на пятки. Когда мы приехали, мы узнали, что перелом со смещением. А, вы не сходили к врачу, что ли? Ну, мы думали, что это ушиб. У вас была страховка? Нет. Как это нет? Ну, конечно, что у вас была страховка. И вы ей не воспользовались? Ну, мы более утоляющие принимали, поэтому... Ага, я знаю. Текина сандрайс, файф. Текина сандрайс. Текина сандрайс. Нога не бадит. Нога моя. Да, понятно. Вы серьезно, со страховкой можно было пойти и взять себе валюма. Пиздец, бесплатно. Мне очень грустно. Можно валюм, пожалуйста. Так, а как она так упала? Расскажи. Напились? С чужим ребенком. С чужим ребенком? А с ребенком что? Все в порядке? Да, он жив, в порядке. Он жив? Ты играл с чужим ребенком? Что это за игра была? Ну, мы летели из Москвы, это был долгий перелет, мы спали около двух суток, поэтому... Да, за последние несколько лет Египет переехал еще дальше, да? Помню, раньше три часа, а сейчас почему-то пиздец двенадцать. Такие египтяне такие, мы чуть-чуть отплыли дальше. В Сочи теперь четыре часа, блядь. Вместо каких пиздец? Я четыре летал вот недавно. Ну и пять, это тебя еще больше наебали. Это пилот такой. Ой, еб твою мать. Пролетели, пролетели. Так. Все, до сих пор вот с пластиной ходим, мучаемся. С пластиной ходим. Да, ты-то пиздец мучаешься. Я прям вижу, как ты такой, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин, ну хотя дома, да, она все это время была на костылях. Да, мы сегодня ездили, сделаю снимок, последний, я так думаю. Последний? Расходитесь завтра, да? Срослась нога или нет? Давай на прощание. Вот, мы приехали заранее, прежде чем приехать сюда. Сделал снимок, поняли, что очередь 13 человек, мы не успеем. И приехали сюда три часа, стояли там. В итоге мы, соответственно, да, мы сели на задний ряд. Хорошо, что нас сюда пересадили. А, блин, вы еще и с этим, блин. А так, давай расскажи про жизнь. Она с костылями с декабря, получается, да, ходила? Да. Вот это, ты жил с женщиной, которая на костылях. Каково тебе было? Было, что она такая, стой, сука. Подойди, блядь. Месячная на костылях. Она чисто выходит, трусы все в крови. Где мои тампоны, блядь? Дорогая, короче, дорогая. Ты в курсе, что у меня пластина здесь? Чего, блядь? Давай, расскажи, как было с женщиной, которая на костылях? Ну, тяжело. Я помогал ей, естественно. А у кого костыли, долбови, были? Я не видел, что ты на костылях ходил. В чем было тебе тяжело? Ну, подзаебало, да? Ну, тяжело было то, что мы до этого постоянно куда-то ходили каждый день на всякие мероприятия. И эти два месяца мы просто, это проверка наших отношений, потому что мы два месяца просто сидим друг на друга, смотрим уже. Я говорю, давай. А было что, она к тебе приставала? А давай я на костыле опрусь. Типа, мы в больнице. И ты, да, было, было. И ты врач извращенец, давай. Я пришла на снимок, но ты меня выебал почему-то. Давай. Было, да, что такое? Мы играли, да. Ну, давай, круто, самую смешную историю, которая у тебя запомнилась. Но, по-любому, за пару месяцев, то что-то было смешное. Не было, что она стояла, вы ее было стоить по костылям. Ну, нахуй. Питер, ты вообще... Не, у нее есть история, когда она стоит на кухне, там, моет посуду, например, там, музыка играет. На костылях? Ну, ты ублюдок вообще. Посуду помой, что ты сидишь? Не плачь! Слезами протри посуду. Она знает, что моет в квартире только я и она. И она все время боится, когда я подхожу на кухню. Это у всех. Это давайте, вы все... Я вот... Страшно. Да. Моя женщина постоянно пугается, когда я каждый раз говорю, я здесь живу, блядь. Ты больная? Мы живем вместе. Она каждый раз... Да, там такой же страх просто. Каких мыслей. Как хорошо одной, ла-ла-ла, ла-ла-ла, как хорошо, что я здесь одна живу. Как хорошо, что ты долбанил пошел. Учеб, понимаете? Да, да, рус. Поэтому я все время подхожу и... Или привет, там, это я. Ты издалека такой. Захожу на кухню. Да, ночью не пугала, когда она шла в туалет, и ты, посмотри, ночью просыпаешься, и как будто пират на костыле. А ее, когда она куда-то ходила, сам радиугара прыгал на костылях, просто... Нет, примета плохая. Что? Примета плохая? Примета плохая. Нормально. Да. Нормально, Белла, что ты? Блин, ладно. Да? Только из-за одну штучку. Больше штучек не говори. Можешь из микрофона. Короче, я лежала сейчас с ногой сломанной, мы смотрели тебя. Мы были у тебя один раз очень давно. Это сильнее, сильнее, да? Самая пиздатая тема, когда Костя наебенился. Это пиздец, это такая ржака, обосрака. Костя, пивас, разливной, это круто. Все, не дали, любим тебя, спасибо. Такой хороший выпуск. Спасибо вам большое. Давайте поаплодируем ребятам, поаплодируем ребятам. Ну вот, ребята, мы сняли новый выпуск для вас. Вам понравилось? Напиши в комментариях, какая история понравилась тебе больше. Этот выпуск выйдет четверг, так что напиши, как ты провел 14 февраля. Что там у тебя было, что-то интересное или может нет, может какое-то происшествие. Напиши что-нибудь там в комментариях. Вообще, пишите больше комментариев. У вас столько людей смотрят, комментариев не так много. Так что давайте-ка, сядьте-ка и напишите всех. А респект каждому из вас, если вы вдруг в первый раз не каналили. Главное, не забудьте, что сделать? Подпишись! Это было «Бушоу», спасибо большое, спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.